Собственно, основной функцией современных отделов планирования ТАИР, планировщиков, подхода к обоснованию оценки численности. Мы так условно называем этот человек планирующий, то есть человек, который занимается в основном планированием именно работы на будущий период. Недостаток современной, ну не то что современной, традиционной организации планирования. То есть если вы задумаетесь о своем оборудовании, которое связано между собой физически, то есть у вас насос приводится в действие двигателем, двигатель управляется системой контроля, соответственно, регулирования. И сейчас у вас этот процесс планирования и ответственности за оборудование, скорее всего, разделен на три службы – механик, энергетик и киповец. На самом деле она такая не новая проблема, то есть главный механик, энергетик, приборист, они как бы работают все на одном оборудовании, но это три разные службы. Соответственно, непонятно, кто отвечает за пальто в целом. Соответственно, это недостаток, как бы, традиционной организации планирования. У каждого есть свой инженер ППР, и каждый пытается делать график ППР по своему графику. Вторая проблема – это совмещение задач планирования, организации выполнения качества работ приводит к тому, что, как бы, конфликт интересов, он налицо. Когда главный механик сам себе планирует ремонты, то качество выполнения его работ и планов будет, скорее всего, всегда на высоте. Соответственно, третья проблема – это непозрачная система приоритетов. То есть непонятно, по какому принципу выбран как бы работа или бюджет для определенной службы. То есть непонятно, сама система распределения ресурсов. Ну и четвертая проблема – совмещение, планирование и выполнение – это всегда 100% выполнение планов. Ну, такие, как бы, известные всем проблемы, больше, наверное, руководство этим озабочено. И, собственно, есть еще такая проблема – это время. Тут такой достаточно интересный даже для меня был слайд, когда я начал рисовать его. Это называется доступное время для работы по ТАИР, ну, по любым работам. Если вы на досуге посчитаете, сколько есть календарного времени, то есть 365 дней в году, ваш персонал по ремонтам, по обслуживанию реально может работать, ну, с учетом наших, там, советских праздников, ну, отгулов, каких-то средних, там, отпусков. Получается, что среди, там, вот этих 52 рабочих недель, получается 172 дня доступных для непосредственно любой работы, там, ремонтного обслуживающего персонала. Соответственно, это, если посчитать соотношение, это где-то 70% доступного времени, доступно для непосредственно именно ремонтов, ну, любой работы по обслуживанию ремонтов. То есть 0,7 является максимально допустимым, достигаемым временем, как мы называем время включения гаек. При этом, если есть какие-то задержки этого ремонтного персонала, нет запчастей, нет фронта работы, нет сварщика, нет монтажника, понятно, что это время включения гаек, оно превращается в меньшую цифру, соответственно, показатель, он еще и падает. То есть, считается, что 70% время включения гаек, это предприятия мирового класса, то есть, которые, ну, идеально планируют свою загрузку персонала, нет простоев, то есть, по сути, это конвейер по ремонтам, некий сервисный такой конвейер. Ну, вы можете себя оценить, да, соответственно, даже может кто-то написать, какие реально показатели время включения гаек, по вашей оценке, у вас, ну, в среднем на предприятии, сколько люди заняты непосредственно ремонтом. Мы проводили такие обзоры и хронометражи, нам попадались цифры, там, 30%, 15%, 5%, то есть, такие показатели, которые говорят о реальной загрузке ремонта персонала. К чему это говорим? Что, опять-таки, планирование, это планирование, в первую очередь, времени. То есть, соответственно, понимая фонд времени, вы можете выходить на какие-то показатели эффективности своего персонала и оценке его загрузки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова